Да, опять Дюна. За последние сколько, два месяца уже я просмотрел около полусотни разных обзоров на адаптацию Вильнёва и книгу Первоисточник. И если даже положительные обзоры содержат немало откровенного бреда, то отрицательное ревью это особое, неописуемое эстетическое удовольствие, доступное, увы, только законченным мазохистам. Я уже упоминал, что я довольно-таки поверхностный и ленивый тип, которому часто лень искать идеи между строк и прочей заумности. И Дюна эта книга написана настолько прямым текстом, насколько это возможно. Все персонажи в книге и проговаривают, и прокручивают в голове свой образ мысли, то, что думают о себе, о других, о текущем раскладе сил. Все главные тезисы книги и вовсе повторяются раз по 20, а то и 30. И в этом ролике мы разберем собранную мной коллекцию самых абсурдных тезисов о сеттинге и сюжете первого тома Дюны и экранизации Вильнёва. Первое. Дюна это фэнтези. Нет, Дюна это такие NF. Мягкое, да, ибо число фантастических допущений зашкаливает, а многие из них к сегодняшнему дню и вовсе устарели. 65-й год как никак, но тем не менее практически все концепции и идеи Дюны опираются на научную картину мира 60-х годов. Зато третий закон Кларка работает в полную силу. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Непонимание технологической базы вселенной Дюны не делает эту технологическую базу чем-то волшебным. Пункт 2. Почему они все бегают с ножиками как дураки? Этот пункт бесит меня особенно сильно, потому как данный вопрос проговаривается и отображается особо детально. Силовые щиты поголовно используются пехотой великих домов и всеми функционерами, и всей техникой. Не пропускают скоростные объекты, при контакте с лучевым оружием взрываются с силой ядерной бомбы вместе с оружием. Это делает пулевое оружие и взрывчатку малоэффективными, а лучевое и вовсе опасным для стрелка. При этом в боях с временами, что сардукары, что солдаты дома Харконнен безбожно пользуют и то и другое. Все, это буквально все. Пункт 3. Почему полу не заткнули рот кляпам в орнитоптере? Потому что даже то, что Бен и Гессерит владеют искусством голоса, знают единицы. А уж то, что этому обучили какого-то пацана, речи вовсе идти не могла. Предатель Юэ эту информацию сливать Харконненом не спешил, а сам Орден Бен и Гессерит и вовсе был заинтересован в сохранении жизни Пола и Джессики. 4. Лол, они заправляют корабли наркатой. Пункт, который можно отчасти простить тем, кто видел только фильм Вильнёва, где об этом нет ни слова. Но всем остальным нет. После эпического восстания роботов 10 тысяч лет назад был введен запрет на интеллектуальную электронику. Даже простые средства автоматизации многими воспринимаются в штыки. Про навигационные компьютеры речь вообще не идет. Поэтому человечество и перешло на развитие мыслительного потенциала отдельных каст, выведя ментатов, способных хранить в мозгу массы информации и обрабатывать ее, навигаторов, способных в наркотическом трансе рассчитывать траекторию гиперпространственных маршрутов, и Бен и Гессерит, имеющих доступ к памяти поколений. Опять-таки, через наркотический транс. Спайс Аракиса оказался попросту уникальным средством, превосходящим любые потуги ученых, и не поддающимся синтезу, потому что для анализа веществ на нужном для этого уровне просто необходимы компьютеры и электронные устройства, в мире дюны банально недоступны. Так что нет, никто не заправляет спайсом корабли. Он нужен навигаторам как средство для стимуляции мыслительной активности. Навигация, кстати, возможна и без спайса, но лучшие аналоги не дают и сотой доли эффективности, в разы повышая риск неудачного полета и существенно снижая скорость перемещения. Пункт пятый. Что едят черви, если они вымахивают до таких размеров? Песчаный планктон, обитающий в более глубинных слоях коры Аракиса, а также, как ни странно, сам песок. Более того, именно процессы, происходящие в рамках жизненного цикла червей, являются одной из основных причин того, что климат на дюне столь жесткий. Пункт шесть. Дюна. Скучный и затянутый фильм. Нет, Marvel's Avengers. Скучный и затянутый фильм. Пункт семь. Дюна – это банальная история про избранного, белого спасителя и прославление неоколониализма. Атрейдисы абсурдно хорошие, Харконн и Император – карикатурно плохие. Для тех, кто не в курсе, концепция белого спасителя – это сильно захейчиваемая ныне в прогрессивных странах идея, когда какой-то чувак из цивилизованного мира приходит к каким-то отсталым народностям и оказывается лучше их в их же образе жизни. Это тот случай, когда книгу надо читать, а кино смотреть буквально кормовым шлюзом. Дюна – это произведение, которое намеренно берет каркас классической истории про избранного и ломает его к чертям ногами. При этом орет что-то типа «Ну что, нравится тебе, падла, нравится!» Да, формально добрые Атрейдисы приходят на планету, дружатся с местными дикарями, их истребляют злые Харконн и Император, но наследник спасается у дикарей, возглавляет их и побеждает негодяев, ура! Да вот незадача. Победа над негодяями приводит к галактическому геноцидальному джихаду, превращает мечту целого народа в военный лозунг, местные дикари производят сложное высокотехнологичное оборудование на уровне технологии великих домов, полностью интегрированы в экосистему своей планеты и вводят за нас весь Лансрад, а также имеют несколько поселений на других планетах. А причина, по которой добрым Атрейдисам достается мессианский статус – внедряемые тысячелетиями суеверия, предназначенные специально для того, чтобы этими людьми можно было воспользоваться. Что и делают леди Джессика и Пол, прекрасно осознавая и что они делают, и какова моральная сторона этих действий, и каковы последствия. Не говоря уж про доброго герцога, учиняющего теракты на и без того не шибко приятные для жизни Геди Прайм, и учиняющего ликвидацию всех несогласных на планете, а для надежности их родственников. Пункт 8. Дюна сложная, много политоты. Гораздо меньше, чем в реальности. Дана вполне типичная феодальная модель. Есть император, первый среди равных, есть подчиняющиеся ему главы великих домов – аристократия империи. А есть мелкая местная аристократия, подчиняющаяся уже главе местного великого дома – домами Нориц. Великие дома формируют что-то типа парламента, который называется Лансрат. Помимо этой части общества империи, есть еще три значимых политико-экономических сущностей. Раз. Бене Гессерид. Независимый женский орден, формально присягнувший императору, поставляющий наложниц и советниц аристократа. Два. Гильдия астронавигации. Компания, имеющая полную монополию на космические грузоперевозки и формально занимающая полностью нейтральную позицию по отношению к делам великих домов. Три. Объединенный совет прогрессивной честной торговли. Корпорация, в которой состоят как акционеры все великие дома и заведующая покупкой и продажей товаров между планетами империи, включая Спайс. Что и делает Лен на Дюне столь прибыльным. Львиная доля доходов от добытого Спайса идет тому, в чьих владениях находится Дюна. Но поскольку это настолько имбовое владение, формально владеет Дюной император. Он всегда передает ее в управление какому-то из великих домов. По мелочи на самой Дюне можно добавить фременов и влиятельных контрабандистов, которые зарабатывают на торговле Спайсом в обход корпораций, вливая бешеные взятки в гильдию. Все, это буквально все значимые политические элементы Миродюны. Что тут сложного? Пункт девятый. Ну, а Билки Бен и Гессери-то точно магия? Ближе всего к магии лежит концепт слияния разумов, вызванный передозом от концентрированной Спайсовой сыворотки, известной как Вода Жизни. Остальное распространенное в 60-е концепты о возможности расширять сознание, используя тонны наркотиков. А также записанной в генотип памяти поколений, то есть что в генах человека якобы зашиты жизненные переживания его предков. Вся идея Орденов Ментатов и Бен и Гессери-то это иллюстрация идеи скрытого потенциала человеческого сознания. Мы же можем двигать ногами и руками, так почему мы не можем, ну скажем, управлять мышцами, например, пищевода? Доводя эту логику до абсурда. Почему разум женщины не может проинструктировать яйцеклетку, какие хромосомы принимать или не принимать? Пункт 10. Упарин и Квизац Хадырак. Напоследок о Квизац Хадыраке, а также о Махди и Лисан Аль-Гаибе. Многие, похоже, вообще почему-то решили, что все это одно и то же. Супер упрощая до абсурда, Махди это пророк, то есть чувак, который заговорит от имени бога. Это, кстати, вполне реальный термин в исламе. Лисан Аль-Гаиб это условно кандидат в пророки, то есть парень, который пророком стать может, потому что соответствует критериям пророчества, которые, напомню, внедрены Бенегессерит. Квизац Хадырак, наконец, это человек мужского пола, который является финишной точкой евгенической программы Бенегессерит и который сможет открыть доступ к генетической памяти по мужской линии, давая таким образом доступ ко всей генетической памяти человечества. Пола Трейдис это формально все три эти вещи в одной и еще немного сверху. Естественно, он ложный Лисан Аль-Гаиб и ложный Махди, зато он вполне настоящий Квизац Хадыра. А из-за пройденной ментатской подготовки, совокупность всех матьях знаний человечества и способность вычислять вещи на основе самых малых данных делают его такой мощной машиной для предсказывания будущего. Опять-таки, ничего сложного же. За сим откланяюсь. Наболело. Наболело.